Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли А когда могло бы забомбить? Вот сын спрашивает, так вас бомбит или не бомбит? Когда вы такое читаете, да? Когда вы такое читаете? Могло бы забомбить, если бы мы с тобой не были бы... А, наверное, нас это больше смешит. Ну вот, давай я прочитаю, например. Могло бы забомбить года три назад. Туда. Добрый вечер. Подскажите, с чего мне начать меняться? Чтобы мой сын восстановился и стал норматипичным мальчиком. Я прочитала все, но не поняла, что нужно делать. Моя злость, зависть и осуждение и обсуждение людей была с детства, сколько себя помню. И сын хапнул по полной. Благодаря вашим рассказам в Ютубе я это поняла. Ребенку четыре с половиной месяца, наверное, года. Занимаемся есть какие-то улучшения, но не такие, чтобы ребенок стал нормальный. Я в отчаянии сепарацию от родителей делала. В церковь ходила. Все равно в этом и остаемся. Мои отношения к этому не передать. Меня раздражает ребенок. Порой я боюсь, что могу его ударить и он умрет. Иногда я так хочу его побить. Ненавижу его. Дебил. Почему мне такой дебил? Надо же такого родила. Потом осознаю, плачу. Как я могу такое думать? Я обнимаю ребенка. И все по кругу. Помогите мне, пожалуйста, если возможно. Занятия, реабилитация сдвигают немного развития и все на этом. Или уже смириться, что неадекватный. Но я предлагаю человеку посмотреть сабришен, по-бай, почитать внимательно раздел консультации. Потом заказать консультацию. Работать вам. Он ваше зеркало. Вы смотритесь в себя. Пока не изменитесь, будете видеть дебила. Это ответ на первую часть. Благодарю. Проходит время. Время не проходит. Это было в августе письмо. Следующее письмо мы получаем 20 октября. Ирина, ну а там она переписалась со мной. Теперь она. Ирина, добрый вечер. Ну это все пишет мне. А сколько стоит метод? Если папа не хочет вникать, будет ли эффективна мама, если мама одна будет работать? Дальше. Опять я скидываю. Изучите внимательно. Не хочет вся жизнь на то, чтобы смотреться в глаза аутизму. Зачем мешать человеку проживать свой опыт? Это касательно папы. То есть не хочет? Значит, ну не надо мешать. Ничего не поняла. Сайт какой-то сложный. Нужно книги эти купить или все читать? Это опять пишет ответ. Опять вопрос. Дальше наш ответ. Тогда смотрите стримы, видео, практики. Ничего нет сложного. Вы видите в ребенке свой внутренний мир, больной. Ребенок – часть вашего тела и психики. У здоровых родителей, здоровые дети, вам надо измениться, выйти из аута. А как вы будете это делать? Миллион вариантов. Хорошо помогает книга по чату мам. Открывает глаза на свой аутизм и вторичные выгоды. И дальше работа. Нету, что кто-то обязан или кто-то должен. Сами мы лишь показываем, где вы ушли от себя и что надо изменить. По чату мам, как найти книгу? Это она опять пишет. Спасибо. Послали ссылку. Опять проходит время. Наталья, добрый день. Мне не хочется читать. Другие истории у меня уже от них крыша едет. У каждого своя индивидуальная была. У меня, например, говорящий аутист. Я медитировала, как оказалось, что эта энергия негатива от моей матери ко мне вылилась на ребенка моего, так как ей нужно куда-то деваться. В общем, сделала сепарацию от матери и ничего. Я меняюсь на два дня и все заново. Хотелось бы посмотреть, может, и правда он такой и останется, и смирится, и жить как есть, вот такой с причудами, не особо понимающий, что происходит ребенок. У ребенка свой говорящий мир, сам с собой разговаривает, сам себе отвечает. Вопросы одинаковые, по 10 раз задает, не в тему заученные. Поведение не особо адекватное. В общем, говорящий аутист. Вот мама описала, да, описала ребенка. Полностью себя. Полностью все, вот прям в переписке, прям она полностью показала себя. Точно так же. Один и тот же вопрос, и тот же ответ. Мама, говорящий аутист, сама с собой разговаривает, по 10 раз задает одни и те же вопросы. Сама на них отвечает тоже. Ничего не хочет менять. Сама на них отвечает. Сама сепарировалась от матери, и ничего. Уже готова принять свой аутизм, и ничего не менять. Уже можно вот смириться. Да, и церковь в этом поможет. Уже в церковь ходила. В общем, говорящий аутист, мама. Мама. Все, ты там прочитала до конца? Ну вот, мой ответ последний, я написала, а мне хочется читать ваши? Вы смотритесь, глаза аутизму. Ну и смотрите, если вам не хочется. И сайт сложный, сделайте за меня, изменитесь за меня, и осознайте за меня. Что вы делаете у нас? Вам нельзя к нам обращаться. Спите и смотрите, сон аутизм. Нет смысла продолжать сообщение. А какой еще ответ можно было? Только такой. И этот ответ действительно правильный ответ. Но маме, ей не интересно читать мам. Да, вот. Ей не интересно. При этом она, я скорее всего уверена, что она эту книгу даже и не купила ее. То есть у нее нет ее. Ну, не важно. Не важно. То есть ей не интересно. Там оно на скачивании стоит. Ясно. Цена вообще, цена вообще, конечно. Ей не интересно. Но при этом нам надо, чтобы было интересно. Ее жизнь. А ей не интересно. То есть сделайте за меня. Все, абсолютно все. Там мама виновата. И эта мама, она ребенку перекинула. И мне там она что-то. И религия не помогла. Говорящая голова, которая с пустым внутренним миром. И ребенок показывает. Он тоже говорящий, но аутист. Тоже с пустым внутренним миром. А как можно не пустой, чтобы был, если нечем наполнить? Не, ну, понимаешь, и вот сын спрашивает, вас после таких сообщений бомбит. А почему нас должно бомбить от таких сообщений? Их на самом деле приходит много. Вот аналогичные переписки, это не одна. Это вот мы одну прочитали, потому что реально мы под конец рассмеялись. Наглядный прям пример. Потому что человек настолько наглядно себя описывал сам. А на самом деле, ведь это приходит. Приходит каждый день. Приходят те, кто работают. И когда уже после консультаций такие же идут, ты понимаешь, что бомбит человека. Бомбит, бомбит, бомбит. Почему нас должно бомбить? Нет. Я не знаю. У меня к людям идет принятие их игры. Причем это принятие настолько внутри спокойное. Оно пришло не так давно на самом деле. До этого мне еще хотелось спасать внешний мир. Казалось, что я там должна помочь. Там же ребенок страдает. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. А потом пришло такое смирение. Даже не просто. Смирением нельзя назвать это. Спокойствие. Это принятие. Принятие. Ты принял право человека на игру. Да. Это именно дать человеку возможность. Но он хочет побыть там несколько раз еще пройти. Прожить этот опыт. Ну пусть он поболтается там. Потому что ты протягиваешь ему руку, а он за нее не цепляется, либо цепляется и тянет тебя, чтобы ты окунулся и снова окунулся туда. Ты ему протягиваешь, чтобы поднять его на другую. А он не хочет этого. Ему надо туда. Он будет там болтаться. Там тепло ему. Знаешь, что очень сильно напоминает? Игровой клуб. Вот сидят рядом. Стоят компьютеры. Как раньше. Я не знаю, сейчас такие игровые клубы есть. Сидят рядом люди за компьютерами. И ты видишь, что один постоянно проигрывает твою игрушку. А ты можешь помочь ему пройти этот уровень легко. И ты ему подсказываешь, что ты вот здесь совершаешь неправильное действие. Иначе ты этот уровень не пройдешь, если ты вот здесь поступишь так. А человек говорит, да-да-да, помоги, помоги. И все равно делает по-своему. И ничего не меняет. И даже не пытается вдуматься, что ты ему говоришь, что если ты поступаешь так, то вот здесь игрушка устроена так, и у тебя тогда непроходной вариант. Да, мало того. Мало того, даже если ты ему... Вот помоги, да. И ты ему помогаешь, допустим, даже за него, переводишь его на другой уровень, он тут же обрушивается игра, и он опять обнуляется. И в этом он будет кричать, что вот это ты мне... Я не смог там... Ты меня перевел, и я потерял всю игру. Теперь ты виноват. Точно. Это будет так. Да-да. Так оно так и получается. И мне теперь придется все с нуля начинать. Вот почему мы действительно жестко иногда общаемся с людьми после консультации, заставляя двигаться, заставляя меняться, объясняя просто вот на двух пальцах, объясняя уже не на трех, а на двух, показывая, что смотри, твой ребенок двинулся в развитие, у тебя вторичная выгода осталась, ты ее не хочешь осознавать, ты не хочешь измениться, ты не хочешь принять другие условия игры, ты пытаешься по-своему, а по-своему ты будешь ехать в болезнь, но тогда ты будешь ехать в болезнь за счет ресурса собственного тела, и тогда у тебя начнет рассыпаться собственное тело. Зачем тебе это надо? Ты объясняешь человеку, показываешь, и получается, одних объяснений зачастую мало. То есть, ты знаешь, я все чаще и все больше прихожу к тому, что вообще работа имеет смысл только с людьми, которые учатся, которые готовы учиться. То есть, человек, который учится по жизни, вообще, неважно чему, психологии, еще чему-то. Человек, вот сегодня общалась с человеком, ему уже далеко за 50, а он поступил в аспирантуру учиться. Зачем тебе надо? Надо. Потому что это развивает мозг. Вот человек, который учится, он будет и дальше учиться, развиваться. Это залог молодости, замечу. То есть, это помогает не стареть, это развивает мозг. Не останавливается. Не останавливаться. Да. И если ты помогаешь такому человеку, то он вплетает новые знания и твою информацию в свою жизнь, в свое движение, потому что он двигается. А если человек сидит на попке и не двигается, то сколько бы ты знаний ему не дал, он все это превратит в навоз. Более того, он обвинит тебя, потому что ему надо создать иллюзию движения. То есть, движения реального нету, а иллюзорность ему надо... Я же такой важный, я так много делаю, а сам сидит на жопе, ничего не делает. И ему тогда надо вынос ответственности, вынос обвинений, вынос-вынос. И таким образом он развивает свою игру, пустую игру в деградацию. И не видит этого, потому что он спит в этот момент. Да, да, да. Он просто спит. И ты обслуживаешь тогда спящего, который... Вот, вот, это ты обслуживаешь инвалида тогда. Ты обслуживаешь инвалида. Ты обслуживаешь инвалида. Да, потому что спит. Это то же самое. То же самое, да. Поэтому у меня все чаще возникают вопросы насчет того, что сперва учеба, а потом консультации. Потому что иначе человек не хочет двигаться. Человек останавливается и не понимает. Ему, ты знаешь, даже можно нас обвинить, сказать, для вас финансовый фактор самый важный, у вас там обучение дорого стоит. Хорошо, не у нас учеба. Иди учись на психолога. Скольким мамам, вот мы сейчас уперлись в то, что скольким, да не только мамам, скольким людям на консультациях и взрослым людям, и возрастным людям, когда с психикой работаешь, ты приходишь к тому, что у человека неплотное сознание, недостаток информации, дырявое, ткань истертая. Полотно сознания, если так можно выразиться, просто не содержит информации по... Труха. Труха, труха, да. Вот она уже готовится стать прахом. Это основа старения, по сути дела. Рассыпается сознание в труху. И потом перетекает в новое тело, чтобы заново уплотниться при перетекании, сбросить эту грязную информацию. Хоть как-то, да. Хоть как-то может дальше, в следующем. Надежда. И двинуться дальше. Надежда уже на следующую жизнь появляется. И скольким людям мы рекомендовали просто начните читать книги, но не эти романы, которые душесчипательные, а действительно физику, математику, тригонометрию, геометрию. За десятый класс, за восьмой класс, за любой. Просто то, что тебе надо знать, чтобы у тебя база была. Да, азы, азы прям вот, именно азы. Любой науки, но именно научную литературу. Я бы, ты знаешь, я бы с удовольствием и сказала, вы можете и Библию почитать. На самом деле там много толковых вещей, но она так переврана. Она, да. И ее тут жестоко тебе толкование религиозное. Запудрится так мозг, когда не готов читать ее правильно, с позицией той, с которой, вот если ты осознаешь эту позицию, ты ее прочтешь по-другому. Если ты осознаешь позицию «я Бог» и читаешь с позиции «я Бог», то и Библия будет помогать. Да. Но с позиции «я Бог», как же я себе позволю читать? Я что, сумасшедшая? Да, да. Вот том-то и дело. А с позиции, что Бог вынесен, Библия очень сильно запудрит мозги, усыпит, ублажит и вынесет ответственность. И все. И тут же найдутся помощники, которые помогут тебе ее растолковать, почитать и так далее. И все, ты в секте. И при этом неважно, эта секта маленькая или большая. Вот люди же привыкли, секта, это там Иегова или там Саентология или еще что-то. Но они такие, ну, поменьше, да. Ну, при всем том, что многочисленные, но поменьше. А на самом деле, чем отличается эта секта от секта православия, от секты католицизм, от секты мусульманства, от секты буддизм. Это все секты. Тот же буддизм, там сколько ответвлений буддизма, алмазного пути, буддизм, буддизм. Там же тоже дофига ответвлений. И это все раздел власти. Абсолютно все, чтобы только ты не вылез за рамки, то есть не пошел внутрь себя, да, но на самом деле, то есть вот, чтобы не вышел за рамки, а для этого везде, и в буддизме, и в религии везде, потому что за рамками страх. И там еще больше будет нагромождено, что там будет и наказание тебе, и все, и человек сидит вот в этом и не позволяет себе заглянуть в себя же. Там страшно. Там страшно. Сам себя боится, сам себя напугал. И сам отказался от своей главной опции, от Создателя, от Бога. И при этом создает и не ведает, что создает. Да. А как можно что-то создавать толковое, если ты Азов не знаешь? Ну да, это то же самое, что любую профессию возьми, как ты можешь в ней работать, если ты Азов не знаешь. Ну, то есть, если ты ее не изучил. Это один в один. Ну, смотри, чтобы изучить любую профессию, тебе должно быть интересно. Конечно. Для того, чтобы ты начал туда двигаться и развиваться в этом направлении. А смотри, насколько человек сам себе неинтересен, что ему неинтересно заглянуть в глубины своей психики, ему неинтересно познать Азы себя, он сам себе неинтересен. Представляешь? Он сам себе неинтересен. Человек подходит к зеркалу, вот женщина подходит утром к зеркалу макияж. Ей интересно разрисовать свое лицо, но ей неинтересен его внутренний мир. Вот ты представь, какой парадокс. В том-то и дело. И акцент сделан на внешнем, да, на внешнем акцент. Хотя, с другой стороны, это все в гармонии, это когда ты осознаешь красоту, ты от своего тела получишь... То есть, ты осознаешь те возможности, которые тебе дало это тело. Именно благодаря этому телу у тебя появилась жизнь и появились все возможности. И когда ты осознаешь и заботу о теле, то есть, и заботу о себе, то есть, тебе интересен мир, ты познаешь жизнь, ты познаешь разные, абсолютно... У тебя интерес во всем, да, и при этом ты к зеркалу тоже подойдешь с любовью. И да, ты в разуме будешь себя приводить в порядок всегда. Ты тоже не будешь здесь останавливаться. Ты всегда будешь идти на расширение, на красоту. Красота внутренняя и красота внешняя. Ее тоже нельзя закрывать. Внешнее нельзя закрывать. Оно должно расходить тоже. Красота себя в зеркале. Это важный спектак. Гармония. Гармония должна быть. Везде гармония. Да. И разум, разум. Когда ты наслаждаешься от жизни, когда это настолько интересно, что даже знаешь, как сейчас скажу, даже утром просну или даже вечером засыпая, ты думаешь, завтра целый день. Боже, сколько мне интересного еще. Завтрашний день. И прям вот с этим кайфом засыпаешь, что у тебя завтрашний день. А вот смотри, когда ты засыпаешь с этим кайфом, когда ты просыпаешься, у тебя завтрашний день. И это, и это, и это хочу, у тебя ни одно мгновение не возникает мысли изменить кого-то. Да. У тебя... Полное принятие игры другого человека, потому что ты внутри убежден, мы же по себе судим. Да. Ты внутри убежден, что тот человек точно так же живет. И поэтому ты просто будешь вот именно в свой интерес, и ты от него... У тебя будет естественно, что, а как по-другому? Все так, по-другому. То есть у тебя даже внимание туда, у тебя... Моё, моё, мой интерес. Смотри, моё, я сказала, да? А вот это моё я произнесла с интересом. А смотри, как искажение можно. Моё жадность. Как жадность, да? А ведь это... Когда интерес, и тебе интересна моя жизнь, и когда моё, мне это надо, это совсем другие, разные вещи. Совершенно разные вещи. Я сегодня ночью... У меня была... Я тебе не успела рассказать, расскажу. Эффект необычный. Никогда такого не было. Никогда вообще. Но очень было необычно. значит, я сню сон, что я зашла в какую-то комнату и закрываю так двери. Закрыла. Вот прямо перед... Вот прямо передо мной двери. Я их закрываю и вдруг слышу. Мама, доброе утро! Я понимаю, что я вижу эти двери. Леркин голос за дверьми. Я... Я понимаю, там, как такое может... И тут у меня так во сне прямо. О, это Лерка меня будет. И я отвечаю ей. Доброе утро! Сейчас! Да? Да? И вот... И знаешь как? И в этот момент я... Я во сне. Но я ей отвечаю. И я как через... Знаешь как? Из сна, вот прямо сквозь эти двери выхожу в реальность. Это было... Это было настолько... Вот необычно. Никогда такой... Я была в глубоком сне. И при этом в глубоком сне. Четко, видя. Все. Я слышала... Услышала Леркин голос. И я ей ответила. То есть я ей ответила. Из сна. Я потом у Лерки спрашиваю. Лера, говорю... Я, говорю, тебе ответила. Говорю, ты поняла, что я ответила? Я же тебе четко ответила. Говорю, я тебе из сна отвечала. Она говорит, мама, ты знаешь... Нет, ты... Ты произнесла, как... Говорит, я не поняла, что ты произнесла. Представляешь? А я четко из сна и ответила. Вот это вот было соединение. Ну, такое необычное. Необычное, потому что я во сне полностью осознавала, что к чему. То есть я и сон, и реальность одновременно. Интересно было. Интересное состояние. А ведь каждое такое состояние дает новые возможности психики. Да, да, всегда. То есть в разных состояниях у нас разные возможности. Да, 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 да. И вот эти просып... Это вот не просыпание было. Просыпавочное или как-то просоночное состояние, состояние просыпания. Они самые эффективные. Самые невероятные. И они действительно нам каждый раз с тобой, мы когда делимся с тобой, да, нам открываются новые и новые возможности. и осознания какие открываются. Но сегодня вот этот случай был вообще... Вообще сейчас очень много озарений идет на тему управления реальностью, на тему создания, на тему, где четко надо осознавать только свою жизнь и что ты хочешь прожить, и что ты проживаешь, и зачем ты проживаешь, и как ты создаешь, и что ты создаешь и так далее. Да, сейчас осознается... Ну вот просто... Мелочь не могу сказать. Каждый шаг, буквально каждый шаг, он осознается, он раскрывается. Очевидным становится, наглядным. Ты просто видишь, как сквозь стены. И любое, абсолютно любое событие, ты его видишь с разных направлений, с разных сторон одновременно причем. Еще сейчас есть такая тема интересная. Вот, например, даже если вернуться к тем же самым мамам, да, как научить человека замечать мелочи? Сейчас очень много моментов, которые идут подсказкой возможностей. То есть вот момент прикрепления возможностей, через который ты можешь выйти очень быстро в решение вопросов. То есть каждый раз вот эти возможности, они пролетают, где ты либо за слово зацепился, либо за состояние внутри иногда. Вот чаще всего вместе со словом идет такое состояние, либо знание, либо вот это намерение такое внутри желание действовать, либо-либо тут идут соединения. Но получается вот эта тонкая грань реальности и психики. И если ты четко вовремя берешь возможности, то ты очень быстро двигаешься, и очень быстро можно разобраться с заболеваниями совсем. И у нас тоже с тобой есть для разборок две темы именно по здоровью. Я через себя сейчас хочу полностью выстроить тело. И вот есть моменты, которые сейчас стала замечать. И обратная связь. И, кстати, медицина здесь будет в помощь. Например, можно ходить каждые две недели, сдавать анализы, смотреть, как меняются показатели крови. Я на данный момент, вот прямо сейчас могу сказать, я осознаю полностью, что это полное, абсолютно полное управление человека самим собой. Самим собой. Управление реальностью, это управление самим собой. Все. Это одно и то же. Да, абсолютно. Сейчас ты говорила про, вот как, чтобы мама услышала, да? И вдруг, и вдруг, Наташа, смотри, я только что рассказала свой сон, ну не сон, а пробуждение, просыпание. Даже не зову это просыпание. Меня разбудила Лерка. Смотри, я ей из сна, смотри, я ей из сна ответила доброе утро, из сна. Она меня не расслышала, что я произнесла. Вот, Наташа. А я четко находила, я ей полностью, я ей сто процентов отвечала, из сна. То есть, находясь в позиции сна. Вот так мы разговариваем с людьми. Мы разговариваем из подсознания. А пока наша речь еще для них, как Лерка, мама говорит, ты что-то сказала, но я не поняла. А я при этом четко произносила, и я ее очень хорошо слышала. То есть, вот он, когда находишься, ты находишься, вот как я ночью находилась, и там, и там. Одновременно я осознавала две полные, то есть целостность. А человек целостность пока еще не слышит. И вот поэтому... Над сознанием человеком. Да, да. И поэтому вот этот язык, эта речь, она пока и мамами, ну и людьми, которые хотят... Они же... Нам же очень часто говорят, мы не совсем понимаем, о чем вы. А для нас это ну просто вот настолько открыто, настолько очевидно, настолько наглядно, что просто как черным по белому. Просто. Вот я прям сейчас... Когда вообще очевидно, ну вот очевидно, вот заболевание, вторичная выгода, вот воведение, вот так это будет проявлено. Ну вот. И по-другому не может быть. Да, вот допустим, я расскажу, я тебе уже сегодня рассказывала про своего домирку, да. Значит, домирка, это мой внучок. Ну, хотя вот внучок я не могу, я никогда его так не называю. Это мой домирка. И вот для меня это слово я произнесла, а я понимаю, что я ему гораздо ближе, чем внучок. Это что-то такое. Не суть. Просто, значит, он в первый класс пошел. И он вот часто болеет, очень часто болеет. И я сегодня Свете своей старшей дочке говорю. Значит, она говорит, опять заболел, опять кашляет, вот сегодня не пошел. И я ей объясняю. Вот смотри, как его подсознание считывает и выбирает игру. Ребенку, любому абсолютно ребенку, у него нет на данный момент, у него родители, мама и папа, это самые те дорогие люди, самые близкие, с которыми ему очень хочется. Он не, просто он нуждается в них. Ему быть с ними хочется. И когда мама и папа заняты своей работой, и очень мало внимания уделяют ребенку, хотя могут вместе ездить куда-то, но при этом они сидят либо в телефоне, работая на расстоянии, да, то есть, а ребенок там где-то, вот я же тебя привезла в торговый центр на развлекалку, ну, я же, ну, иди развлекайся. А он хочет, мама, пошли со мной. А она говорит, я, ну, ну, чего я буду, да, как я буду с тобой, там, я посижу, поработаю, а ты иди. А его ж тянет, его тянет, а с кем еще? И как получается, смотри, то есть, получается, ребенок, вот я ей объясняла, Эдамирка, он постоянно в голове, ему так хочется с вами быть, он постоянно думает, мама опять занята, мне надо, мне хочется показать что-то, ну, мама же занята, мне же нельзя подойти. И он все время, а подсознание считывает желание его, то есть, он думает об этом все время, желание его быть с мамой. Так, интереса нет общего. Как, что подсознание делает? Болезнь. Болезнь, это единственная игра, которую подсознание вот именно разворачивает, где мама сто процентов будет внимания ребенку уделить. Все, у ребенка появляется, он болеет часто. Все, и никак по-другому. Ну, вот я и рассказала, она так послушала, услышала. При этом она сказала, говорит, ну, я же с ним много времени провожу, ешь. Я говорю, да, ну, как ты это делаешь? Он просит тебя со мной там поползать. Ну, как я, я ему, мне неинтересно или что-то еще. А ему именно это. Так вот, болезнь, именно так, что мама, у меня температура, да, это образно. Или мама сидит и переживает. Мама уже не в телефоне, мама уже вот здесь с домиркой. Да. Вот оно. При этом, смотри, я пока рассказывала, вспомнила себя, когда я Лерку родила. Я с Леркой на самом деле, ну, мы же в возрасте с тобой родили последних детей, да, в сорок. И я на самом деле, для меня Лерка, это как вот прям в новую жизнь было, прямо в детство. И я с Лерой, мы ходили в торгов, в развлекательные центры, я постоянно, с двух лет, я там на горках, юху, везде, в трубу, мы везде, мне так было это интересно, я с ней вместе кайфовала. Постоянно везде, в цирке, в театре, и мы с ней, вот не было такого, чтобы, я там говорила, иди сама, нет, мы с ней, на горках, мама едет, кричит тут, мама, счастье, дети все смотрят. А с чего начинается у нас приключение за границей, когда мы попадаем с моими детьми в аквапады? Да, да, да. С того, что им надо запихнуть куда-то маму, где она будет кричать громче всех. Да, это им прямо необходимо. Да, им это необходимо. Если на тропу Гибона, то обязательно мама, если на Тарзанку, то обязательно мама, если меня уже заколебали эти тропы Гибона, Тарзанки и все остальное. Но понимая, что это искреннее счастье, они будут стоять и кричать, прыгай, прыгай. Да, у них кайф. Мама едет на тросе, кайф. Как мама там? Ну-ка, мама, и смотрит в глаза, какие у мамы глаза. Интересно же. Именно это. А как вот сейчас мы поехали, и получилось так, что я с Леркой на этих багах. Мне пришлось сесть за руль. Я так переживала, как я на этом... Как понравилось. А Лерка потом сказала, Мау, говорит, как с тобой классно ездить, какая ты крутая. И меня сразу так да. Ну, ты села за руль, точно так же, как мы сели с Димой. Я же приехала в желтеньком платье, я же не ожидала, что баги будут. Ну, да, я же тоже нет. Ну, и я приехала в ярком платьице таком, а Дима сел за руль, так смотрит, впереди эти лужи, грязь, говорит, ну, мама, сьюху. И все время смотрел, как проехать так, чтобы мама визжала побольше. А мне приходилось, скорость же вот эта, и мне приходилось, это был такой кайф, на самом деле. А еще и Лерка потом меня похвалила, у меня вообще было, вот это кайф. Да. Да. И вот оно, вот она дружба, и вот оно действительно, когда ты на равных, а не когда отпихиваешь своего ребенка. И тогда нету никаких отцов и детей, там, периодов возрастных и так далее. Да. Ведь что такое ребенок, например, вот недавний случай, когда слышала, вот мужчина на вторичной выгоде манипулировал тем, что у него сын наркоман. А, да. Подожди, так это ты его выпихнул в наркотики. Да, да, да. Ты его выпихнул, ты его в зависимость поставил. Да, да. Ты его угнетал, ты отбил интерес у него к жизни и, соответственно, вытолкнул его на улицу. Ты сейчас пожинаешь то, что ты сеял. Конечно. И ты не берешь за это ответственность, потому что любому родителю, у кого сын алкоголик или наркоман, если ты прямо скажешь, что ты полностью ответственен за это, это твой плод, это твой продукт. Ты произвел этот продукт. Это те семена, которые выросли из того, что ты сеял. Если ты посеял бурьян, ты имеешь бурьян. Как же вы жестокие, вы немилосердные там и так далее. Ты просто не хочешь слышать правду. Просто тебе больно от того, что ты понимаешь, что ты слышишь правду, но это признать себе, для тебя это просто как разрыв внутри. Поэтому ты будешь отбивать, естественно. Но ты знаешь, и при этом я себя ловлю на том, что, например, тот мужчина с наркоманом, я не вмешивалась в его жизнь вообще никак. То есть вообще, когда я оказываюсь в социуме, мало ли где-то в поликлинике, где-то, кстати, сегодня был момент, когда не удержалась. Есть моменты, где я полностью принимаю людей. Вот сегодня был момент, когда там номерки эти называют, а мне, я все-таки честно, ГАИшник уж пообещала, что пройду медкомиссию. Я сегодня честно уже взяла направление в городскую эту поликлинику водительскую. Вот. И ждала, когда мой номерок подойдет. И назвали номер, а там человека не было, уже ушел. И женщина, она только подошла, у нее совсем другой номер. И она раз и зашла. Зашла без очереди, получается. И когда вышла, я смотрю, она в глаза людям не смотрит, деловая такая. А я понимаю, что я сейчас работаю ее зеркалом, и я у нее спросила, говорю, ну вы же не этот номер, и как вам сейчас не стыдно, как вы отнеслись к людям пренебрежительно? Она же сбежала в другую часть коридора, там еще в один кабинет надо было зайти, чтобы печать поставили. И я понимаю, что этот процесс... А я бы, знаешь, как ответила? Вот прям у меня, прямо с языка, я бы сказала, вы так торопитесь, вам, вам, как это, вам надо впереди быть, то есть вы настолько там больны, ну что бы такое, то есть я это имела в виду, имела бы в виду, это вам, ну то есть вам нужнее, вам нужнее, да? Вы так торопитесь. Ну, видишь, вообще обычно, вообще не в моих правилах, ну да, да. Я чувствовала вот этот момент, она как раз передо мной получилась, и я чувствовала этот момент, что вот сейчас зеркалом можно человека развернуть, развернуть и заставить думать, что он делает, потому что насколько наплевательски ты относишься к своим зеркалам, настолько наплевательски зеркала присутствуются к тебе. Да. И самое интересное, что дальше, вот когда вот осознание это идет, и ты как зеркало сработал для подсознания, четко понимаю контракт, вот молниеносно сложился, и дальше врач абсолютно любезная, все абсолютно зеленая дорожка, а дальше за полчаса получила все бумаги, что мне надо было. Знаешь, то есть сказав человеку, вот как ты, ты закинула, знаешь, зерно правды, и получилось... Посеяла. Посеяла, да. И на самом деле оно легло внутрь, и поэтому ее... То есть она уже ушла, но зерно-то осталось, и таким образом ты очистила свое зеркало, посадив туда зерно, хорошее зерно, то есть ты очистила и пошла своей дорогой. А у человека появился выбор. Шанс появился, я бы сказала. Появился шанс, но у человека есть выбор измениться осознанно, либо же в дальнейшем в таких ситуациях вынести ответственность. А, там была стерва, вот это она мне пожелала, или что-нибудь такое. То есть обычно так люди и выносят. Те, кто привык на внешний выносить, они тогда... Вот так не используются возможности. Да, да, да. Понимаешь? Я вот сейчас настолько тонко вешу на теме возможностей, они в каждом слове... Так мы с тобой как раз эту тему-то и проговариваем постоянно. В каждом слове ты так хобана словил информацию. Вот то, что сегодня обсуждали, глютена. Словил информацию по глютену, там словил информацию, и она складывается, как пазлы, вырисовывается картина. И вырисовывается картина медицинского обмана на самом деле. Особенно все, что связано с эндокринологией, там, опять-таки, с аутизмом и так далее. Здесь очень большие те темы, которые даже вот в обсуждение на видео не пойдут. Но их можно оставить в книге «Инфодайвинг. Болезни». Чтобы там было видно, где обман. В чистом виде обман. Да. Но даже оставив в книге «Болезни», очевидно, что без алфавита, то есть первых книг, ну, ничего не увидит. Не будет прочтет. Не прочтет. Не прочтет. Просто не... Ну, это как... Как ты английский текст не прочтешь, пока ты не вырваешься. Будет вырвано из контекста, да. И человек, вырванный из контекста, умом переделает под себя. Вот тебе толкование Корана. Да? А стопроцентное? Вот точно так же. Также религия, Коран, что хочешь, возьми. Ну, найдется тот, кто истолкует, да. Тот, кто истолкует по-своему. Либо урежет, либо-либо-либо. А когда ты целостно даешь и даешь именно путь, как пройти, как прийти к этому. Это все про осознавание. Это все. Но человек имеет право жить как хочет. А вот какие у нас курсы сейчас были? Вот последние. На самом деле, курсы, которые... Однодневки, я имею в виду, да. Их цикл был. Курсы, которые... На самом деле, Наташа, вот эти курсы, да, их даже новички. Если бы коснулись... Вот если коснулись... Даже не новички. Человек, например, заболел тем же самым раком. Да? Вот сегодня показывают там известного человека, как он там благодарит тому, кто там костный мозг дал дону. Да, да, я видела тоже. Подожди. Это ремиссия. Но ты же не изменился. Ты как был на вне работал, так на вне и работаешь. И даже этот ролик об этом... Так что здесь? В голове ничего не поменялось. У тебя просто далась возможность зависнуть во времени. Вот ты сейчас завис во времени, но ты не изменился. А для того, чтобы ты изменился, тебе надо все равно проработать. Жадность, зависть, гордыню, гордость, вину, обиду и подавленную злость. И без этого ты ничего не дашь. А потом, если ты хочешь действительно, когда до тебя дойдет вообще, как это все работает, если ты действительно хочешь сделать шаг к себе, то этот шаг будет осознание положительного не я. А это про власть и управление. Понимаешь? Вот они, властители вселенной, которые потом на шафоте. И они, кстати, когда человек уже доходит своим сознанием и может смотреть вперед на перспективу, это люди, как правило, сильные, которые уже во власть уходят. Они понимают бесперспективность власти и очевидность шафота, но ничего сделать не могут, потому что они не могут выйти к этому положительному не я. Не могут. Нету этого шанса. Никак. Потому что внутри есть подавленная злость. и полный букет тора в другую сторону. А тебе надо смотреть за спину. А за спиной страшно. И тогда только инкарнация, да. Да. Тогда только могила исправит. Любую историю. Ну, даст шанс. Даст шанс. Да, даст шанс. На исправление. На исправление. Но, во всяком случае, это остается единственным шансом у подсознания. И посмотри даже сейчас. И подсознание сохранить игру, потому что это страшнее всего потерять игру. Потерять игру, да. И даже вот сейчас, если ты спроси у любого человека, скажи, а вот какой выход, например, из ситуации, например, вот войны развернуты, любой страны. Можно даже не брать ближайших соседей. Давай, чтобы племени Мумба-Юмба. Вот вождь племени Мумба-Юмба сражается с вождем племени тартаров. И вот они друг на друга пошли. Какой выход из истории у этих вождей из власти? Инкарнация. Да, а теперь да, это так. А теперь положим это по образу и подобию на тело. Правая рука не ведает, что творит левая. Знакомые слова? Левая не ведает, что творит правая, да. И тогда человек что получит? То есть смотри, это вот как возьми, как ты говоришь, одно племя и второе племя. Но тело-то одно, земля-то одна. И тогда какой единственный выход? Человек себя разрушает, начинает разрушать. Болезнь, да? И единственный выход какой? Смена тела. Смена тела. Ну, то есть инкарнация. Да. Вот эти вещи очевидны, потому что у него нет варианта увидеть. А на самом деле этот вариант среди возможностей есть. Более того, его подсознание семафорит каждый день. Каждый день этим делом. Пока смотри, вот мигаю, мигаю, мигаю. Сюда зайди, здесь ты найдешь возможность. Сюда зайди. Но человек проходит мимо, он не видит этих возможностей. Потому что поле возможностей, это одно из... Поле возможностей поглощает твою психику легко. Ты в этом поле пылинка. Это невероятный объем информации. Именно по возможностям. И человек проходит мимо, не видит. А не видит почему? Потому что он напирается на свой жизненный опыт. Либо на исторический жизненный опыт. А исторический и жизненный опыт. Что дышло. Да? Куда? Как-то там туда и вышло. Как-то туда и вышло, да. Меняй как хочешь. Кому выгодно, тот переписал историю. Кому выгодно, тот переписал жизненный опыт. Точно так же, как буквально недавно. Ты знаешь, я никогда над этим не задумывалась. Ну, как бы над этим человеком не задумывалась. Но как бы да, да, принимала это как действительно есть из истории. А вдруг в какой-то момент я читаю про Сталина. Читаю, что он... Где-то пост, что он там мог одновременно там и то, и то, и то. И да, я это много раз читала. И я это принимала как... И вдруг меня тыдыщ, и я написала. А какое тогда время было? Какие сказки придумывались о вожде? И могли приписать из лести. Все, что угодно. А это разнеслось, его раздуло, разнесло и разнеслось, запрописалось в историю. Блин, я в этот момент почувствовала. Это была выдуманная история. Не было этого с ним. Это было конкретно лезть в глаза. Это конкретно мифа дизайн. Это даже могла быть не в глаза, а уже посмертно. Это называется мифа дизайн. В глаза и посмертно. Да, четко. Это было... И, Наташа, здесь ложилось именно слово лезть. Я вот прям четко слышала. Вот прям видела это внезапно. Я никогда так не думала. Внезапно я это почувствовала. И просто раздуто. А это наша тема. Та, которую мы будем цеплять в ближайшее время. Да. 28 числа. Потому что власть и лезть – это с одного поля ягод. Еще одна тема есть. Надо поговорить. Но, может быть, в другом подкасте запишем это. Потому что она долгая. Очень. Я сейчас вспомнила. Сегодня была интересная тема. Ну, давай продолжение. Сейчас не бомбит и не будет бомбить. Бомбит тех, кто не развивается. Конечно. Кто развивается, того не бомбит. Да. Бомбит тех, кому надо двигаться. Кому действительно... Кто остановился. Кто остановился. Кому внутри больно. И боль заставляет, дергает и приводит к хаотичным движениям внутри. Редактор субтитров al-aney 광ей. Редактор субтитров al-aney. Продолжение следует...